МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Был основан в 1703 году Петром Первым в устье реки Невы. Город должен был стать окном в Европу, способствовать вхождению России в более тесную связь с общей европейской жизнью. Заложенный как крепость, Петербург уже в 1712 году становится столицей России, оставаясь ею более двухсот лет, до 1918 года. Первые постройки города преследовали прежде всего оборонительные цели. На маленьком островке в дельте Невы начинает строиться Петропавловская крепость. Она является историческим ядром Санкт-Петербурга. Строительство всех укреплений было завершено в первой половине 18 века. Для парадного въезда в крепость были сооружены Петровские ворота в виде триумфальной арки с одним проездом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В центре внутреннего двора крепости высится Петропавловский собор, сооруженный по проекту архитектора Трезинь. Многоярусная колокольня храма увенчана высоким золоченым шпилем с флюгером в виде фигуры летящего ангела. Общая высота колокольни – 122,5 метра. Собор является усыпальницей русских царей, начиная с Петра Первого. Казематы и бастионы крепости в годы царского режима использовались как тюрьма для государственных предприятий. Здесь были заключены декабристы, многие революционеры и политические деятели. Музей архитектора Трезинь. Он ведет свою историю с 1756 года. В музее хранится около 500 тысяч экспонатов от пищали 15 века до современных ракет. Согласно желанию Петра Первого, центр столицы предполагался на Васильевском острове. Весь остров должен был пересекаться прямоугольной сетью улиц и каналов, прорываемых для осушения территории. Такая планировка сохранилась до сегодняшнего времени. Параллельные улицы носят название «Линии». В начале XIX века сложился великолепный архитектурный ансамбль стрелки Васильевского острова с величественным зданием биржи и растральными колоннами, символизирующими морские победы государства. Колонны высотой 32 метра украшены рострами, изображениями носовых частей корабля. У гранитного подножия – аллегорические скульптуры, олицетворяющие четыре русские реки – Волгу, Неву, Волхов и Дневр.